Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня, в предновогодний день, я продолжаю выпуски влога, объединенные темой Камчатка день за днём. Я просматриваю старые газетные вырезки, как в прошлом веке жил полуостров в те самые дни, в которые вы смотрите это видео. И сегодня мы посмотрим газетные вырезки с 31 декабря по 6 января разных лет. 31 декабря 1958 года. Газета «Камчатская правда». Женщина по фамилии Картавых благодарит врача судоверфи Вячеслава Николаевича Славницкого в заметке от всего сердца. «Когда была в отпуске в Томске, пишет Картавых, у меня родился сын. У Саши была врождённая косолапость. Выписавшись из родильного дома, мы с мужем обошли все клиники Томска. И везде был один ответ. Операцию можно сделать не раньше, чем в возрасте 2-3 лет. Я вернулась на Камчатку и обратилась к врачу судоверфи Вячеславу Николаевичу Славницкому. Меня он принял тепло, успокоил и взялся за лечение. Три раза делали операцию. И теперь мой Саша, который только лежал, здоров и бегает, да так бегает, что минуты не хочет сидеть. «Нынешний Новый год, пишет Картавых, я встречаюсь счастливой за себя, за Сашу. Когда Саша вырастет, я расскажу ему, с какой радостью встречали мы 1959 год. Гордые тем, что советские люди, подобные Вячеславу Николаевичу, всегда приходят на помощь тому, кто находится в беде. От всего сердца большое им спасибо». Это газета «Камчатская правда» 31 декабря 1958 года. В том же году в кинотеатрах Петропавловска шли вот такие вот фильмы. «Розовый зал», фильм «Старик Хатабыч», сеанс в 9.30, «Высокая должность», сеансы 11.20, 13.10, фильм «Большая жизнь», первая серия, сеансы 15, 17, 19 и 21 час. В «Голубом зале» шел детский фильм «Я и мой дедушка», начинавшийся в 10 утра. Фильм «Высокая должность» в 11.50, «Большая жизнь» в 15.40, в 17.40. В «Голубом зале» шел фильм «Черевички», а в 19.40 фильм «Мы с вами где-то встречались». 1 января 1959 года в кинотеатре «Камчатка» в «Голубом зале» были детские киноутренники, а в «Розовом зале» шел фильм «Китайский цирк». В кинотеатре «Октябрь» 1 января 1959 года показывали широкоэкранный фильм «Поэма о море», широкоэкранный фильм «Капитанская дочка» и фильм «Ромео и Джульетта». А в кинотеатре «Мир», расположенном на юге Петропавловска, с утра шел фильм «Призвание», а во второй половине дня фильм «Тихая квартира» в кинотеатре «Маяк» на улице Рябиковской, утренний сеанс детский фильм «Илья Муромец» и дневные сеансы фильма «Тихая квартира». Это был последний день года. А вот первый день Нового года мы открываем газетой «Полярная звезда» 1 января 1923 года. Редакция поздравляет читателей такими словами. Начиная свой путь в первый день грядущего Нового 1923 года, «Полярная звезда» надеется быть отражением мысли, желаний и стремлений трудящихся. В свою очередь она надеется встретить теплое сочувствие и поддержку с вашей стороны, товарищи трудящиеся. Пишите о всех вопросах, волнующих вас. Только при духовной связи газеты с трудовыми слоями она будет действительным отражением их воли и чувств. Там же публикуется обращение «От имени вверенных мне войск Охотско-Камчатского края поздравляю вас с Новым 23-м годом и выражаю лучшее пожелание в нашем общем деле созидания мощи великой пролетарской России и восстановления творческих сил здесь, на далекой окраине Трудовой Республики. «Красная армия зовет вас к этому и желает успеха в новом грядущем году». Комвойск Охотско-Камчатского края Вольске, военкомвойск Марков, наштовойск Борис Рубцов. Наштовойск – это значит начальник штаба войск. 1 января 1923 года, номер 2. А вот на этой фотографии Гавриила Захаровича Гайдукевича показано, как в январе 1939 года петропавловские ребята катались на запряженных собаками санках. 1973 год. Безымянные стихи на первой полосе Камчатской правды. Мы не скоро забудем творение прошлого года. Старый год. Он ушел, но оставил в истории след. Стала старше страна. Стала крепше рука у народа. Идут корабли, и на нивах рождается хлеб. Старый год он ушел, но оставил в истории мету через век. Через два он поведает людям о нас. С новым счастьем, рыбак. Это добрая все же примета. Новогодний парад начинает с Камчатки страна. Старый год. Он ушел, за себя Новый год оставляя. Значит, снова великая нас ожидает страда. С новым счастьем, оленные добрые жители края. Пусть несметными будут на пастбищах ваши стада. Новый год. Он пошел по советским бескрайним раздольям. Но ему от Москвы до Камчатки долго длинна. С новым счастьем, строитель, рабочий и труженик поля. Новогодний парад начинает с Камчатки страна. Камчатская правда 1 января 1973 года. 2 января 1953 года. Та же самая газета «Камчатская правда». Заметка 1500 центнеров рыбы сверх плана. Ловецкая бригада Степана Савельевича Дзюбы, первой в Корпском комбинате, выполнила годовой план добычи рыбы. Сверх плана бригада дала почти 1500 центнеров сельди и лосося. Кончились страдные дни летние осенние путины. Но рубаки и не думают отдыхать. Товарищ Дзюба возглавил звено подледного лова. Как только бухта скрытая покрылась льдом, Степан Савельевич вместе с ловцами Николаем Красновым и Василием Солдатовым выставили четыре вентиля. С тех пор в любую погоду два раза в день ловцы приезжают на бухту, проверяют винтеря, вынимают из них рыбу. Дневная добыча небольшая. Ее не сравнить с уловами на ставных небодах. Но рыбаки не брезгуют и малыми уловами. В результате упорного труда они досрочно выполнили годовой план подледного лова, добыв сверх плана 70 центнеров на ваге. Иншаллах! 3 января 1941 года. Камчатская правда. В Соболево открыта Карякская школа. Так называется коротенькая заметка. В селе Соболево Большерецкого района открылась Карякская национальная школа. В ней учатся 10 учащихся. Для учеников оборудовали хороший интернат. И рядом еще одна заметка. Разъездная красная яранга, переданная по телеграфу из Усть-Большерецка. В начале января в Большерецком районе начнет работать разъездная красная яранга. Она будет обслуживать кочевое население Каряков. 4 января 1939 года. Весело и счастливо живут народности Севера, пишет секретарь Алюторского райисполкома Жуков. Народы Крайнего Севера на говно, гу, идут с передовыми районами СССР. С каждым годом растет удельный вес колхозной продукции в общем плане рыбной промышленности Камчатки. Это ярко видно на примерах и жизни колхозников Алюторского района. Колхоз имени Ленина, председатель товарищ Онта, выполнил план Путина 1938 года на 198,7%. Колхоз имени Горького, председатель Минау, 253%. Колхоз Тунгутум, 120%. Национальное население, пишет секретарь Жуков, увеличивает сдачу государству драгоценной пушнины. В 1932 году упромышленно пушнина на 34 570 рублей. В 1938 году цифра увеличилась до 230 тысяч рублей. И завершает секретарь Жуков свою заметку таким пассажем. Радостно и зажитошно живут колхозники Алюторского района. Новый 1939 год принесет им новые радости, новые победы. 5 января 1940 года. Газета «Камчатская правда». Инспектор школ взрослых Преоблоноседова пишет статью «Настойчивее ликвидировать неграмотность». Одним из методов колонизации Камчатки в XVIII веке было внедрение христианства, которое носило характер гнуснейшего принуждения. Пишет «Большевицкая тварь». Для этой же цели в первой половине XVIII века открывались школы. В 1845 году они были открыты в Большерецке, Иче, Верхней Камчатке, Ключах и других населенных пунктах. В этот период активной русификацией населения на Камчатке было такое количество школ, какого не было до последних дней господства самодержавия. Большевички разоблачают себя, пишут о малограмотности и одновременно говорят о количестве школ на Камчатке. Читаем дальше. В 1939 году на работе по ликвидации неграмотности было занято 325 учителей и 445 культормейцев. До 425 выросло количество школ. Благодаря серьезной и упорной работе учителей, культормейцев и всей общественности в нашей области имеются целые села сплошной грамотности. Макарка, Пущино, Ганалы, Малка, Мильковский район, Ушки, Камаки, Кресты, Усть-Камчатский район, Ваямполка, Седанка, Тегильский район, Уэлькаль, Чаплина, Наукан-Певек, Чукотка и другие. Ну, конечно, мы не будем сейчас рассматривать вопрос, что не состоялся бы большевистский переворот 1917 года. До какого уровня доросла бы народная грамотность? Наверняка она бы была гораздо выше. И в 1940 году не понадобилось бы так массово ликвидировать неграмотность, которую бы давно уже не было. С такими вещами играть нельзя. 6 января 1943 года газета «Камчатская правда». Призыв построим танковую колонну «Камчатский рыбак». На текущий счет в Газбанк на 5 января поступило средство на строительство танковой колонны «Камчатский рыбак». Из Петропавловского района 2 миллиона 390 тысяч рублей. Из Большерецкого района 2 миллиона 223 тысячи рублей. Из Усть-Камчатского района 620 тысяч рублей. Из Корягского национального округа 673 тысячи рублей. Из Мильковского района 324 тысячи рублей. С Чукотского национального округа 300 тысяч рублей. Из Иллиутского района 19 тысяч рублей. Всего внесено в Газбанк 6 миллионов 549 тысяч рублей. гриннева из поланы сообщает женщины села поланы организовали новогодний вечер поступившие от проведенного вечера 6 тысяч рублей перечислены на строительство танковой колонны камчатский рыбак вот так вот проходила день за днем камчатская неделя с 31 декабря по 6 января в разные годы но это не точно это была камчатка день за днем в рамках влога камчатка с александром петровым теперь как вы уже привыкли ставьте лайки даже если вы никогда не читали старые газеты пишите комментарии и обязательно выполните рекомендации которые вы видите в правом нижнем углу экрана до свидания